Одно устройство на троих учащихся. Восьмикласснику Бекзату, ученику Петропавловской школы, его младшим брату и сестре выделили единственный компьютер. Обучение в первой четверти в большинстве казахстанских школ будет вестись дистанционно. По словам Сауле, матери школьников на съемной квартире, где живет семья, нет интернета. Весной во время карантина родители купили один смартфон на троих. Сауле сейчас безработная. Зарплаты мужа хватает на обслуживание кредита, оплату аренды жилья и самое необходимое. Я в области обещал, чтобы выдать всем компьютеров, чтобы подключили всем интернетом, но этого у нас нет. И вообще я не знаю, как на мои дети будут учиться. Тем более одна сотка на троих. Кто один учит, кто у второго начнется. И мы вот так вот, не знаем, как будем учиться. Нам вот как обещали, подключим, так и не подключим. В селе Малое Белое, что в шести километрах от Петропавловска нет интернета. До карантина школьники ездили на учебу в город. Теперь им нужно учиться на дому. Как? Неизвестно. Здесь даже телефонная связь не ловит, не то что интернет. Дети остаются абсолютно без связи. Дети вынуждены выезжать в город, чтобы скачать задание, чтобы отправить это задание. Даже если удается где-то поймать кусочек интернета, то грузится очень долго. Даже дорогой интернет за 5,5 тысяч, его хватает на полмесяца, потому что скорость очень низкая, гигабайты очень быстро съедаются. Поэтому наши дети остаются абсолютно без интернета, без обучения. Я прихожу к соседке, чтобы подключиться, так как интернет ловит только в некоторых частях деревни. Деревня находится 6 километров от города, и я не могу подключиться нормально у себя дома. Компьютеры и роутеры покупать нам бесполезно, потому что смысла нет. Мы все равно не получим то, чего хотели бы. Отправлять задание нам надо в течение часа, но приходится отправлять в течение двух часов. О трудностях говорят и учителя. Отправка заданий и ожидание ответа от учащихся занимает много времени. Рабочий день будет дольше, считают педагоги. Я на себе это испытала в четвертой четверти. Буквально сидим за компьютером с утра до вечера. На улицу не выходим. Понимаете, вот это все затрудняет и, естественно, подрывает здоровье учителей. Это не только мое мнение, а мнение многих наших педагогов. В северо-казахстанской области около 500 школ. В 184 учеба будет дистанционной. По данным властей, в большинстве населенных пунктов интернет есть. К концу года доступом к сети обещают обеспечить еще 133 села. В отдаленные села доставить роутеры и модемы. Продолжение следует... В правительстве решили, что первый семестр в вузах тоже будет дистанционным. В стране зарегистрировано более 127 тысяч случаев коронавируса и ковидоподобной пневмонии. В последние недели число выявляемых случаев идет на спад. Власти не исключают вторую волну эпидемии, грядущей осенью.